Это момент реституции. Давайте поймем, товарищи, что реституция, она недопустима в любом случае. И именно если мы будем исходить из того, что реституция недопустима в принципе, именно тогда наша позиция будет последовательной, именно тогда она будет логичной, и именно тогда мы сможем действительно отстать в сайте. Это первый момент. И второй момент. Вот у нас сейчас, конечно же, господа либералы жалуются на то, что, дескать, лирикализация, засилье попов и все остальное. Но давайте вспомним, а кто принес нам эту лирикализацию? На чьи штыка у нас въехали попы в нашу общественную жизнь, нашу культуру и все остальное? На штыка тех же либералов. Если поднять газеты, прессы, выступления, рубежа 80-90-х годов, это будет видно. И поэтому, и поэтому мы должны понимать одну простую вещь, что как бы они сейчас не плакали, не лирикализации по этому поводу, именно они поразили то, что мы сейчас видим. Именно либеральная модель, которая нуждается в том, чтобы получить некое сакральное объяснение того, что один живет очень плохо, второй живет очень хорошо. Именно эта модель нуждается в церквализации. Именно это ее идеологический аппарат. И им сейчас не нравится то, что сейчас происходит не потому, что это плохо, а потому, что это обслуживает неправильную, ну, с их точки зрения власти. Ну, Саша, теперь он тоже неправильный, но по-другим причинам. Вот. И поэтому, для того, чтобы быть последовательным антихмерикалом, для того, чтобы быть последовательным борцом против правопракобесия, ну, необходимо быть коммунистом.